В этом видео разберем одну из авторских техник, которая называется Cocktail Drop, которую я вообще никому еще не показывал и, соответственно, на данный момент она еще пока не используется в барах. Но в этом и есть главный бонус и главная ее фишка. Итак, есть такая категория напитков, как слоистые шоты. Они постепенно исчезают, но лет 10-15 назад они были очень популярны среди гостей. Если отключить снобизм, то некоторые подачи таких шотов действительно прикольно выглядели. Вообще есть такое заведение в Австралии, бар Viscosity. Насколько я помню, так называется. Можете посмотреть в интернете, они как раз развивают это направление с шотами и их подачи прям действительно круто выглядят и они прям супер круто расшариваются. Этот бар знают именно вот по этим инстаграмм подачам, они занимаются именно слоистыми шотами. Но суть в другом. Если задуматься, то среди лонгов и средних коктейлей нет ничего подобного. То есть средние коктейли и лонги не могут быть слоистыми из-за разности вкусов и плотности, разного баланса и так далее. То есть, грубо говоря, если есть какой-нибудь там коктейль B52 в шоте, человек его выпивает залпом и чувствует какой-то определенный вкус, то если сделать такой же коктейль, допустим, в коктейльной рюмке, то будет неприкольно, потому что будет три разных вкуса, вообще другой баланс. Если мы берем какой-то коктейль, разбиваем его по слоям, то бред какой-то получается. Окей. Благодаря этой технике, которую мы сегодня разберем и которую мы сегодня научимся, можно делать очень необычные коктейли, как раз вот эти слоистые и делать можно средние и лонги. И к слову, это базовый принцип, который мы сейчас ревьюруем, его можно будет модернизировать и использовать под свой концепт. То есть я покажу основную базу, после которой все станет понятно и откроется прям новый пласт возможностей в плане дизайна коктейлей. Окей, давайте посмотрим видео, чтобы понять, как это делается и что в итоге получается. Для того, чтобы добиться этого эффекта, нам нужно последовать следующим образом. Мы сделали коктейль и после того, как мы сделали, мы сначала его не заливаем в бокал, мы его заливаем в две емкости. Нам нужно разделить наш коктейль на две одинаковые порции. Разделяем. Далее. В одну емкость мы добавляем сахарный сироп. Мы добавляем буквально 3 миллилитра. Это сделано для того, чтобы увеличить плотность напитка. Среднестатистический гость вообще не заметит никакой разницы, но это нам даст разность в плотностях, из-за чего мы будем и делать эту подачу. Размешиваем нашу часть с сахарным сиропом, с дополнительным. И заливаем его в бокал. И важный момент, мы его заливаем не полностью, мы оставляем буквально снова же 3 миллилитра, которые нам в дальнейшем понадобятся для того, чтобы делать нашу визуализацию. Далее. Мы берем нашу вторую часть, которая без дополнительного сахарного сиропа и выкладываем ее слоем по ложке. Завершаем все сухим красным вином, который тоже ляжет сверху еще одним слоем. И следующий момент. Что нам нужно сделать? У нас осталась часть с увеличенной плотностью, с сахарным сиропом. Мы ее, в нее добавляем краситель. Использовать можно не только искусственные красители, которые покупные, а также можно и натуральные, как, например, чай каркаде, если красного цвета, нужно добиться. Синий тайский чай, ну и многое другое. И далее. Мы берем пипетку, берем наш коктейль. С увеличенной плотностью, которая с сахарным сиропом и уже с добавленным красным цветом. И аккуратненько капаем его. Продолжение следует... Как мы видим, суть техники в том, что мы можем делать визуально необычные эффекты в коктейлях, но при этом вкус будет однородный. Первый, второй слой капли, они все будут одного вкуса, но все по-разному выглядят. Что, несомненно, очень круто. Другими словами, это чистая визуальная техника без работы со вкусом. То есть, еще раз, у нас получается коктейль, если взять просто, например, коктейль дайкири, его можно сделать просто однородный, либо можно сделать по этой технологии, он будет там какой угодно, там в два слоя, в три слоя, с каплями, без капли, но вкус у них будет идентичный, но выглядят они будут по-разному. В чем, несомненно, бонус. Из недостатков, это, конечно же, невозможность делать заготовки, поэтому данная техника возможна только при низкой проходимости, либо на ивентах и кейтерингах, когда можно сразу сделать готовые коктейли, поставить их, и чтобы через какое-то время их люди выпили. Также стоит отметить себестоимость. Как таковой его нет. Единственное вложение – это пару капель красителя, что тоже очень круто, потому что это не будет бить по рентабельности напитков. В итоге мы получаем уникальную технику, которую еще никто не видел. Благодаря этому мы можем рассчитывать на вау-эффект как у гостей, так и у коллег. Данный принцип является базовым, и на его основе можно сделать очень много различных вариаций. В общем, техника действительно крутая, пользуйтесь, и однозначно она вызовет определенный ажиотаж.